Кстати, в связи с этим очень важно сказать, что такое богослужение. Богослужение. Часто, то есть, большей частью мы подразумеваем, что богослужение пришли в церковь, и вот там читают, поют, читают, поют. Батюшки что-то тоже говорят, что это богослужение. Ничего подобного. Это богослужебный чин. Чин, созданный по истине духоносными отцами, который создаёт наилучшую атмосферу для приходящего в храм, чтобы он совершал служение Богу своей молитвой, своим покаянием. Это атмосфера, это чин, наполненный великолепными мыслями, покаянными словами, если хотите, добрым, даже музыкальным, если хотите, оформлением. Наполнена эта что атмосфера? Вот в которой является наилучшей, если хотите, для души человека, которое должно помочь ему что делать? Служить Богу, совершать богослужение. А вовсе не это. Вовсе не это. Я однажды помню в Англии где-то, в Манчестере, да, пошёл на Вознесение в храм греческий. Прихожу в храм, никого нет. Один человек. Богослужение идёт. Хор роскошный поёт. Я просто ахнул. Ну, думаю, надо же, как Вознесение празднует. Так. Потом присмотрю, да что ж такое? Посмотрел, посмотрел, а там накликнулся один человек. Оказывается, завели хороший магнитофон, и хор поёт себе. Что такое богослужение? Богослужение. Не это. Это чин. Чин богослужебный, предназначенный для всех, кто входит в храм, чтобы помочь им служить Богу, совершать богослужение. И священникам, и мирянам, всем, кому угодно, молитесь. Богослужение совершается только тогда, когда есть молитва. Нет молитвы. Сколько бы ни пели, сколько бы ни кричали, сколько бы ни говорили, ни читали. Молитвы нет, богослужения нет. Помните, как с пророком Ильёй, как эти лже-пророки, и кричали, и чего только не делали, и резали себя ножами, да, чтобы огонь сошёл с неба. Так ничего и не получилось. Так вот и здесь тоже самое. Можно всю жизнь ходить на богослужение. И странное дело, никаких изменений в себе не чувствую. Действительно, где же Бог? Где же Бог? Бог стучится в разум и совесть человека. Помните апокалипсиси? «Се стою при дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому войду, и с ним пировать буду». Открывается дверь Богу только путём внимательной молитвы, покаянной молитвы, благоговейной молитвы. Нет этого! Всё обессмысливается. Кажется, на богослужении побыл? Побыл. Вышел. Ну, побыл. Ну и что? И ничего. И ничего. Ой, какая жалость! Поэтому нужно пользоваться этим моментом, этим моментом богослужения, конечно, для того, чтобы молитва не пропала даром.